Здравствуйте, это Укрлайф ТВ. Мы продолжаем наши эфиры. Я хочу напомнить, что спонсор канала торговая марка Гейтман, медицинский центр «Призма». А с нами на связи Александр Краев. Я хочу напомнить, что он руководитель программ Северной Америки в Совете внешней политики «Украинская призма». Александр, здравствуйте. Спасибо, что время нашли для нас. Здравствуйте, добрый день. Всегда рад у вас быть. Спасибо. Ну что, давайте тогда начнем с Америки, потому что Америка последнее время нас радовало. Ну, для начала начнем с того, что порадовал Байден и своим визитом, и выступлением в Польше. Хотя некоторые эксперты сказали, что то, что приехал хорошо, то, что самолеты сказал пока вот не давать, это плохо. Давайте разбираться все-таки вот насколько вы оцениваете визит Байдена был важен с точки зрения американской политики. С точки зрения украинской, понятно, а вот с точки зрения американской, это уже, наверное, другая история. Что писали об этом визите газеты, как реагировали республиканцы, как реагировали потенциальные конкуренты и многое-много другое, что вот вертелось вокруг этого визита. Да. Во-первых, надо сразу сказать, что этого визита даже с американской точки зрения есть два ключевых измерения. Первое – это внутреннеамериканское, внутреннеполитическое. И в этом плане визит Байдена действительно воспринимался как начало его предвыборной кампании, как закрепление определенных результатов и как развитие главной истории успеха. Потому что всем уже очевидно, что для Байдена то, что Украина выдержала российский натиск, то, что Украина возвращает свои территории, то, что США снова благодаря этому стала лидером западного мира – это действительно история успеха. И поэтому реакция была соответствующая. То есть многие газеты писали про это именно в таком ключе. Многие оппоненты Байдена говорили, что это действительно просто его пиарная история, что он просто пытался за счет Украины, скажем так, развить опять свой имидж и попиариться немного. Вот как раз Трамп больше всего говорил о том, что Байден не смог оставить войну, при этом он продолжает пиариться и так далее и тому подобное. Но на самом деле те, кто Байдена поддерживает, те, кто более здраво оценивает то, что происходит, они действительно видели в этом в первую очередь показатель поддержки союзников и показатель того, что да, действительно Байден собирается на второй срок, потому что он уже четко начинает показывать, вот здесь мой результат, вот это мое достижение, я над этим буду дальше работать. Намного важнее, как мы это даже прочитали в медиа, было все-таки измерение геополитическое, потому что по сути этим визитом Байден показал несколько ключевых вещей. Во-первых, он четко обозначил, где проходит граница свободного мира. Он четко показал, что Украина – это часть Запада, что Украина ни в коем случае не будет не то, что частью России, она не будет под влиянием России, соответственно, под влиянием Китая. И поэтому, так или иначе, если мы говорим там про новую холодную войну, если мы говорим про новый железный занавес, то фактически Байден своим визитом четко показал, что занавес будет идти по границам Украины, что он будет отторгать Россию, а не Россию и Украину. И поэтому это было очень важно. И последний такой момент очень важный – это то, что визит Байдена показал, что американцы больше не боятся, что нет такого, что может Россия сделать, чтобы запугать Америку, раз уже даже визит президента стал абсолютной нормой. А чего они до этого боялись в таком случае? Ну, по сути, были вопросы, ну, классические вопросы безопасности. Это первый визит президента США в воюющую страну. Это первый визит, по сути, президента США в город, который до этого неделя за неделей был под обстрелом. И, как писали американские газеты, кстати, у них абсолютно другая формулировка, это первый визит президента США в страну, где нет американского контингента, американские военные не проводят военную операцию, и американцы не контролируют воздушное пространство и ключевую инфраструктуру. То есть это был большой риск. И абсолютно понятно, что теперь американцы показали, что да, Россия может там продолжать обстрелы. Да, Россия может говорить про ядерную угрозу, чем угодно шантажировать. Но, в принципе, чего уже бояться? То есть главный посыл этого сюжета был как раз вот такой, геополитический. Во-первых, мы оставляем Украину на западе. Украина есть западная страна, не российская, не там постсоветская. А второе, мы не боимся российского шантажа. Мы не боимся ничего из того, что Россия может нам сделать. Почему американцы перестали бояться? На самом деле, в первую очередь, тут заслуга вооруженных сил Украины. Потому что они не просто смогли сдержать натиск, и мы, как все украинцы, мы не просто выдержали российскую атаку. Мы возвращаем свои территории. Мы эффективно используем западное оружие. Большая боязнь была того, что эти технологии попадут к россиянам. Россияне до сих пор не смогли получить ни одного Хаймарса, так или иначе. Россияне до сих пор не смогли получить достаточное количество американского вооружения, чтобы понять, как это работает. И самое главное, экономика Украины, социальная структура Украины и военное руководство не упало, удержалось. То есть мы отстояли все. И причем отстояли с высоко поймутой головой. Поэтому американцы перестали бояться. Они просто поняли, что Украина не может проиграть. Украинцы делают все возможное, чтобы не проиграть. И этим мы отличаемся, скажем, от Афганистана. Этим мы во многом отличаемся от Ирака. Где многие года был постоянно вопрос, может ли Ирак там выдержать, или Афганистан может ли сохраниться. Украина сняла эти вопросы просто. То есть вы хотите сказать, что американцы боялись не того, как будет действовать Россия, а того, как будет действовать Украина? Они скорее боялись того, что Украине не будет чем ответить на действия России. Что, условно, если Украина не выдерживает, если Украина проигрывает, то, соответственно, если бы штаты сильно вложились в Украину, они бы тоже проиграли. Это, знаете, это как сделать очень большую ставку на рулетке. То есть ты же не столько боишься, что, условно говоря, выиграет крупье. Ты боишься, что ты проиграешь. И поэтому тут было такое же. Они боялись сделать на Украину большую ставку, из-за чего у нас, помните, первые месяцы каждый следующий блок вооружения, ну, выбивался буквально дипломатическим боем. Вот теперь такой ситуации не будет. Теперь у нас, мы видим, только объявили пакет помощи в 450 миллионов, на следующий день объявляют 2,5 миллиарды. Уже нацеливаются на 3 миллиарды новые военные помощи. Параллельно объявили 10 миллиардов макрофинансовые. То есть даже порядок и скорость передачи Украине конкретных пакетов помощи уже указывает на то, что, ну, американцы теперь точно в Украине не сомневаются. То есть уже нет задних мыслей о том, что у Украины может что-то не получиться. Несколько противоречивых посылов, месседжей звучало из Америки. Вот, в частности, Андерс Асланд недавно мне в интервью, ну, относительно недавно, сказал о том, что у Украины есть время до сентября, я так понимаю, до принятия нового бюджета, и мы должны победить до сентября, потому что потом могут возникнуть проблемы в палате представителей, да. Затем, это была одна точка зрения, да. Затем мы увидели, что представители республиканцев инициировали ряд, ну, каких-то идей, связанных с увеличением даже поставок оружия, в том числе самолетов, и там оружия большей дальности, которые могли бы там и на 300 метров летать и так далее. Это, с одной стороны, и есть другая часть республиканцев, которая призывает, наоборот, там, да, прекратить поддерживать Украину. То есть, вот сейчас очень разноречивые взгляды, это как бы с точки зрения политикума, да, с точки зрения исследовательских всяких центров, таких как, там, Brand Corporation, да, то, там, CSIS и многих других, вот если почитать их наработки, что они предлагают, какие они видят сценарии, то они несколько, я бы так сказала, менее оптимистичны, нежели заявления политиков. Вот как бы вы это прокомментировали, вот такая вот, даже в Америке, вот такой вот разнобой в понимании развития событий? На самом деле, в год перед президентскими выборами, после только что прошедших парламентских выборов, это абсолютно очевидная позиция, потому что мы уже сейчас действительно имеем очень много абсолютно разных воззрений на это, не просто в границах одной партии, но даже внутри, внутреннепартийных, извиняюсь за тавтологию, группировок. То есть, условно, если говорить про республиканцев, у нас, конечно, есть Трамп и есть трамписты, которые четко говорят, что Украине ничего давать нельзя, потому что Украина это яма, в которую просто мы закидываем все, что есть, и это рисковое, так нельзя делать, мы просто теряем деньги и приближаем Третью мировую. Есть, условно, лагерь консервативных республиканцев, которые как раз говорят, что Байден делает недостаточно. Байден делает очень мало, у Украины до сих пор нет танков, у Украины до сих пор нет истребителей, Украины до сих пор мало даже артиллерийских снарядов. И поэтому все очень плохо, потому что Байден делает мало. Есть классические демократы, умеренные демократы, которые говорят, что тот курс, который взял Байден, абсолютно правильно идет, мы должны его поддерживать, мы должны в нем оставаться. Есть социалисты-демократы, которые говорят о том, что нужно закончить поддержку Украины, нужно закончить поддержку Израилю, нужно закончить поддержку НАТО, потому что это все агрессия, это все очень плохо. То есть главная проблема состоит в том, что очень много политических группировок видят проблему в нынешнем курсе власти. Но проблемы у каждого свои. У кого-то то, что это слишком жесткий курс против России, у кого-то то, что он слишком мягкий. Но из-за того, что сам месседжинг, сам нарратив того, что они говорят, негативный, это, соответственно, в социальных сетях, в информационном пространстве создает такое определенное состояние общей неудовлетворенности. А как вы знаете, если вы накидываете очень много месседжев неудовлетворенности, в конце концов, уже большая часть населения просто теряет основную идею, почему мы недовольны тем или иным, почему мы, собственно, против политики Байдена. Остается просто ключевая идея, мы против политики Байдена. И отсюда происходит очень много тех проблем, о которых говорят аналитики. Что действительно, к сентябрю, когда уже более или менее будет понятно, кто от какой партии идет в президенты, когда уже начнется сбор денег от доноров на президентской кампании, соответственно, в Палате представителей, в Сенате, кстати, тоже, хотя он обычно более стабильный, начнутся дрязги, начнутся бои буквально между партиями за поддержку программы того или иного кандидата. И поэтому, о чем говорят аналитики? Они говорят, что, глядя на информационное пространство сейчас, на то, что заявляют политики, на то, что звучит в медиа, становится очевидно, что ближе к сентябрю, когда мы уже будем иметь кандидатов в президенты, это вся борьба накалится, и этот негативный информационный фон точно помешает Украине оперативно получить новый пакет помощи. Вот и все. То есть, в принципе, можем ожидать к осени, что ситуация как-то подогреется, и мы должны быть к этому готовы. Да. То есть нам нужно понимать, в первую очередь, в нашей аналитической сфере, нашим дипломатам, что нам уже сейчас нужно, условно говоря, купировать вот эти негативные месседжи, искать их основу, и, соответственно, готовить контрнарративы, готовить свои собственные месседжи, которые мы сможем перебить вот эти все антиукраинские инсидуации. Александр, поэтому в западных газетах, таких как «Нью-Йорк Таймс», «Вашингтон пост» и так далее, неоднократно писалось о том, что американцы каким-то определенным образом немного поддавливают на Украину, чтобы начать это весеннее наступление. Я так понимаю, что к сентябрю нужен какой-то успех, да? Наверное, так это выглядит картина, вот так просто, если о реальной политике говорить. Ну, поправьте меня, если это не так. Соответственно, да. То есть мы видим, что от действующих генералов Пентагона, от бывших генералов идет одно и то же сообщение, что Украина к концу лета должна как минимум выйти на админграницу Крыма и, соответственно, там обезопасить или обезопасить Восток, выйти на админграницу Крыма или же уже заниматься освобождением Крыма и обезопасить Восток. То есть поставить какую-то границу, с которой потом можно начать наступление. Потому что они понимают, что американскому обществу, американским политикам, тем всем, кто сомневается в Украине, кстати, даже европейским украиноскептикам, им всем нужно показать результат. То есть, что вся западная помощь не просто остается в Украине и сдерживает Россию, а то, что западная помощь, которую мы просили для контрнаступления, действительно приносит свои плоды. То есть, условно говоря, это не то, что вы должны сделать все возможное, там, костьми, лягте, но добудьте Крым там до сентября. Это просто, условно говоря, означает, что они видят наш потенциал, они понимают, что мы готовы и хотим это делать, и они просто просят нас с этим не оттягивать. Иначе, если не будет таких позитивных сигналов, следующая поддержка уже будет идти намного сложнее. И это абсолютно, ну, скажем, дружеское и правильное нам напоминание, что мы можем и должны это делать. Александр, теперь давайте перейдем немножко к взаимоотношениям Штатов и Китая, потому что здесь очень интересно. Из того, что поверхностно понятно, что Блинкин не отменил свой визит в Китай, который должен был быть там в начале года. И сейчас появились ряд таких вот заявлений о том, что Китай может оказать военную поддержку России. Китай в ответ предложил свой мирный план. Салливан сказал, что он остановился бы только на пункте первом территориальной целостности и суверенитете Украины. Ему этот пункт уже нравится. Все остальное как бы под вопросом. Поэтому вот давайте немного об этом. Как вам кажется сейчас? Вот что, вот это вот заявление Китая, насколько оно упростило или усложнило отношения Штатов и Китая? Является ли это попыткой объединить незападный мир против Америки? Или эти идеи Китая выглядят скорее как способ или, если хотите, предложение к переговорам с Западом, да, и с Америкой в том числе о том, что делать дальше? Вот как вы рассматриваете вот все, что вокруг этих отношений, этой линии развивалось? Как вы оцениваете эти события? Ну, во-первых, я тут немножко уйду в сторону сначала. Скажу, что Салливан очень порадовал от реакции, потому что я, к несчастью, был о нем более негативно о нем думал, потому что я ожидал, что он тоже будет поддерживать идею в переговорах, ну, то, как он это делал на самом начале, еще в первые месяцы войны. Но, по сути, если мы посмотрим на то, что предложил Китай, он не предложил ничего нового. Он, по сути, сказал то, точнее, излил на бумаге то, о чем его представители, спикеры МИДа, и Ван И, тот же, как его называют, главный дипломат Китая, о чем они говорили все время полномасштабного вторжения. То есть то, что уважение к международному праву, международно признанным границам, ядерная война является недопустимой, изменение границ является недопустимой, война как агрессивное проявление внешней политики также на современном этапе не должно иметь места быть, и давайте вести переговоры. То есть, по сути, Китай просто теперь закрепил документально все то, что он говорил до этого. О чем предупреждали американцы? Американцы, на самом деле, боялись немножко другого. Американцы ожидали, что Китай может занять более пророссийскую позицию. То есть, что он может сказать, например, помните, Путин во время своей речи заявлял о приостановлении участия в договоре START-3 и говорил о том, что нужно переподписать его со всеми членами НАТО. Но позиция Америки в том, что его нужно переподписать в первую очередь с Китаем. И американцы боялись, что в своем заявлении Пекин как раз и скажет, что он поддерживает позицию России. Что Китай ни при чем. Китай не должен ничего подписывать по ядерному оружию. И Китай должен остаться вне этого. Кстати, в прошлом году он это и сказал. Когда этот договор... Вот. Но в этой декларации мы видим, что... Или в позапрошлом. Когда? Давайте вспомним. Позапрошлом году. Когда? Да. Да. Позапрошлом году. То есть, еще до полномасштабного отражения Китай сказал, что никому ничего не должен. Да. Мы же помним. А сейчас мы видим, ну, не скажу более конструктивную, но как минимум более нейтральную позицию. То есть, Китай не отрицает того, что, возможно, он готов будет пойти на эти переговоры с Западом. Потому что он понимает, что, ну, в этих условиях это фактически для них будет гарантия того, что противостояние продолжится в политическом и экономическом плоскости. Это как раз то, что и нужно сейчас Китаю. Это во-первых. Во-вторых, по поводу, вот как вы правильно упомянули идеологического противостояния Западу. На самом деле, я тоже ожидал того, что Китай скажет о том, что там западные капиталистические империалисты снова пытаются проботить мир, вернуть его в пучину холодной войны и так далее. Но мы не увидели этих прямых обведений. Давайте вспомним, например, еще в апреле прошлого года Китай четко говорил, что в этой войне виноваты США. Потом, летом прошлого года Китай говорил, что коллективный Запад, как таковой, был подстрекателем начала войны. Теперь мы этого сообщения не видим. Мы видим очень обтекаемые формы о том, что война недопустима, ядерные угрозы недопустимы и территориальную целостность нужно уважать со всех сторон. То есть, на самом деле, Китай, наоборот, он показал намного более сдержанную позицию, намного более выверенную позицию. Таким образом, он не закрыл диалоговое окно с Западом, но при этом и не отказался от того, что он может поддерживать Россию. То есть, Китай остался Китаем. Китай выдержал вот эту срединную позицию, которая позволяет ему вести переговоры со Штатами и каким-то образом дальше урегулировать их двусторонние вопросы, но при этом он оставил за собой возможность и право заочно помогать России и строить антизападный мир как таковой. Поэтому Китай, на самом деле, выдержал свою политику и Китай остался при своем, не предложив ничего особо нового. Тогда все-таки какой у нас получается вывод, что отношение между США и Китаем выходит на какой-то уровень, который позволит им договориться о, скажем так, будущем России или не позволит им это делать? В контексте этого я сразу хочу сказать, что ведь мы помним, что Казахстан согласился с этим мирным планом Китая и Лукашенко поехал в Китай. Вот это тоже такой интересный нюанс, да? На самом деле, мне пока сложно сказать, смогут ли они договориться о будущем России. Пока, благодаря этому мирному плану ясно одно, Китай не хочет обострения. То есть, условно говоря, Китай не готов из-за России провоцировать США на войну. Китай не готов из-за России рисковать своей геополитикой. Мне кажется, это ключевое, что мы должны из этого вынести. То есть, да, Китай понимает, что ему не можно, ну, бросить Россию на произвол судьбы. Ему не можно просто сказать, Запад, делайте с Россией что хотите, мне все равно. Он слишком много уже себя подвязал идеологически к России, к Путину и к тому, что происходит. Но при этом он и не сказал Западу напрямую, что мы с России до конца, мы Россию не бросим, мы Россию не оставим. То есть, тут надо просто посмотреть на разницу месседжинга. Когда мы говорим о том, что Соединенные Штаты говорят про Украину, это очень четкое сообщение. Мы с Украиной до конца, мы сделаем все, чтобы Украина победила, Украина будет независимой, Россия проиграет. Когда мы говорим про месседжинг Китая про Россию, ну, там нету таких сообщений, там нету ничего из этой оперы. Там абсолютно другие слова. Там о том, что нужно уважать границы, какие и чьи, не уточняется. Нельзя провоцировать ядерную войну, а мы видим, что россияне как раз этим и занимаются. Были фразы о том, что в принципе война как явление недопустимы, а войну-то как раз связали русские. Ну, то есть, Китай выдерживает совсем иную позицию по отношению к России. И я не думаю, что он будет за Россию воевать, но при этом он не будет Россию бросать. То есть, его месседж к Штатам таковой, что наше противостояние началось. Пекин и Вашингтон не договорятся. То есть, очевидно, есть политические, там, идеологические, экономические разницы. Но Пекин и Вашингтон не должны воевать. А потому мы должны с вами общаться, чтобы из-за России не допустить вот такой большой войны. Ну, теперь давайте немножко снова перенесемся в Штаты, потому что это интересно. Да, вот вы сказали, что разные месседжи и люди в газетах все больше и больше разных взглядов на то, как могут развиваться события. Мы помним, что в какой-то определенный момент чуть ли не 70 процентов американцев поддерживали вот помощь украинцам. Есть ли какая-то сейчас последняя статистика или вот как была та старая, так она пока и держится, ничего нового не появилось? Ну, на самом деле, последняя статистика показывает нам скорее что-то в районе 63-67 процентов. Очень много. Держится. Поддержка держится. Есть падение небольшое, там, в районе 3-5 процентов, но это абсолютно логичное падение, потому что за это время в Штатах сколько своих проблем образовалось. То есть продолжается экономический кризис, новый штамм ковида, с которым непонятно что делать, проблемы восстановления инфраструктуры, проблемы поляризации общества. Ну, то есть выступление Байдена перед Конгрессом четко показало, насколько трамписты вообще не воспринимают демократов как людей. Ну, скажем, Марджоли Тейлор-Грин вот в последнем своем интервью вообще говорила о том, что нужно подумать о, цитата, разводе красных и голубых штатов. Она говорила, я не призываю гражданской войне, но это то, что нужно сделать. То есть на самом деле эти 3-5 процентов падения на фоне вот таких внутренне политических кризисов мы еще очень неплохо держимся, я должен сказать. Да, это правда. Давайте тогда немножко поговорим о том, что внутри Америки происходит, раз уж вы вспомнили эти кризисы, потому что мы-то уж, мы-то все думаем о себе, а получается, что в Америке там тоже есть о чем поговорить. В чем сейчас главная проблема вот для администрации Байдена, что происходит. Я так понимаю, что вот борьба с инфляцией тоже пока оказалась не очень успешной там вот последним-то экономическим вещам. Да, на самом деле она не настолько успешна, как хотелось бы. То есть проблема в том, что в средине прошлого года американцам обещали падение экономики в 1,3 процента. Но благодаря тому, что Федеральная резервная система очень гибко поднимала процентные ставки и в принципе работала с капиталом, ну скажем так, довольно либерально, им удалось из падения перейти в рост. Причем, ну рост маленький, но все-таки около 0,6 процента роста на 2023 год. Теперь же после того, как резервная система взяла паузу в поднятии ставок буквально несколько недель тому назад, они опять повысили процентные ставки. Соответственно, рынок стал волноваться. И от волнения рынка пошло общее падение цены компаний, пошла общая девальвация доллара, малая, но все-таки. Это запустило цепную реакцию, из-за чего у нас снова пошли не очень позитивные рынковые прогнозы. Поэтому у американцев все сложно, у американцев ситуация напряженная, но это не катастрофа. То есть 4 месяца подряд в конце 2022 года американская экономика рекордно давала больше рабочих мест. То есть больше людей получали работу, была занятость была рекордная со времен 1969 года. Но это не отнимает того, что до сих пор борговой кризис в США не разрешен. Это вопрос не только внешних выплат, это вопрос социальных выплат. То же самое касается цены на жилье. Цена на жилье, в отличие от цены на бензин, вообще не упала. Она до сих пор кризисная, она до сих пор времен ковида. С этим есть большие проблемы. И этим всем, конечно, пользуются оппозиции, этим пользуются республиканцы, этим пользуются трамписты. И отсюда у нас внутреннее такое брожение в обществе, которое, конечно же, немножко оттягивает внимание от Украины. Насколько рейтинга Байдена и демократов сейчас высок? Есть какие-то последние замеры, какая-то информация? Последняя информация более или менее репрезентативна. У нас есть по концу прошлого года. И тогда рейтинг Байдена держался в районе 42-44%. Это много или мало? Давайте сравним, много или мало. Очень много. Скажем так, давайте вспомним, что еще весной и в начале лета прошлого года рейтинг Байдена был исторически низким. Он был в районе 20 с лишним процентов. То есть рейтинг Байдена на тот момент был в районе самых негативных, самых плохих времен президента Трампа. А Трамп, как мы помним, не нравился вообще всем. И у Байдена было то же самое. После ковида, после кризиса, после начала войны в Украине, конечно, его рейтинг полетел вниз. Но на протяжении лета прошлого года и осени, когда он смог стабилизировать цены на бензин, когда он смог помочь Украине выдержать наступление, начать освобождать территории, когда он, извините за выражение, смог поставить Китай на место, его рейтинг сравнительно стал возрастать. И уже перед промежуточными выборами он долез почти до 40%. И конец прошлого года это уже 42-44%. То есть, так или иначе, но что бы ни говорили трамписты, что бы ни говорили в медиа, Байден показывает результат. И опрос населения четко показал, что возрастание рейтинга президента после такого грандиозного падения почти на 20% возрастания этого рейтинга, это действительно мощный результат. Особенно учитывая, что есть такая политическая традиция у американцев, что у президента перед промежуточными выборами рейтинг обычно падает. Потому что его оппоненты начинают ему вспоминать все его грехи, все его проблемы и, соответственно, его партии также. Тут мы наоборот. Мы видим, что демократы взяли Сенат. Мы видим, что республиканцы не смогли добиться адекватной победы в Палате представителей. Мы видим, что рейтинг Байдена возрастает. То есть, что бы так ни говорили в медиа, но на самом деле население Америки довольно четко видит, кто им дает результат. Интересно, что сейчас говорят американцы в отношении второго срока Байдена, насколько они готовы это принять или они хотят так называемых новых лиц интересных? Вот тут большая проблема, потому что даже среди демократов, когда их опрашивали, готовы ли они к новому сроку Байдена, две трети сказали, что нет. И основная причина была его возраст. То есть, на самом деле, мы тут не столько с Байденом как персоной, с политичным игроком. Мы говорим про Байдена как просто про старого человека. И поэтому основное опасение даже демократических избирателей, что он просто слишком старый для этой работы. Поэтому сейчас демократический штаб активно занимается тем, что подыскивает, подбирает ему возможных преемников, кого они смогут вместо Байдена выставить на перегонки в 2024 году. Ну, я так подозреваю, что самому Байдену это может не понравиться, но тем не менее, кого из таких вот на скидку там можем уже назвать демократов, которые могут претендовать, чтобы в праймерис поучаствовать? Как минимум. На самом деле у нас есть несколько вариантов. У нас есть Джеффрис, который лидер демократов в Палате представителей. Первый, кстати, афроамериканец, лидер меньшинства в Палате представителей. Молодой, сильный конгрессмен из Нью-Йорка с хорошим юридическим бэкграундом, очень популярный у себя в штате и сейчас набретает все больше популярности на федеральном уровне. Также, конечно, многие говорят все еще про Камалу Харрис, вице-президентку, однако она все-таки запасной вариант, очень запасной, потому что за все это время президентства Байдена она не показала результата по тем направлениям работы, которыми она должна была заниматься. Это реформа полиции, это реформа пенитенциарной службы, это вообще реформа судов, реформа федерального суда, то есть она не дала того результата, который в нее ждали. С моей точки зрения очень перспективным и, кстати, как раз таким тузом в рукаве демократической партии является Пит Бутеджич, потому что давайте не забывать, что в свое время, еще в 20-м году во время выборов Бутеджич был на третьем месте и он один из последних, кто отказался в пользу Байдена от своей номинации. При этом он не ввязан ни в какие коррупционные скандалы, он сейчас министр инфраструктуры, я напомню, он не связан ни с какими коррупционными скандалами, у него абсолютно кристально чистая репутация, у него идеальнейший бэкграунд, то есть он служил в Афганистане несколько сроков, он выпускник гарморода, он свободно владеет восьми языками, он нетрадиционной сексуальной ориентации, воспитывает несколько детей, то есть семьянин, он 20 лет проработал на местном уровне в своем штате, в своем городе, то есть он имеет хороший бэкграунд исполнительных работ и теперь он работает не просто министром инфраструктуры, он также так называемый министр по особым поручениям президента США. То есть он приближен к Байду? Да, и он занимается самыми такими щекотливыми, секретными и важными заданиями от Байдена. И поэтому, по сути, как по мне, он является самым адекватным и при этом самым перспективным кандидатом, который демократы могут выставить. Плюс он и самый молодой, ему чуть больше 40. Ну и уж, раз мы вспомнили демократов, давайте и республиканцев, кто из них там готовится идти в президенты уже, чтобы мы так расклад более-менее понимали. Ну, у нас есть Трамп, конечно, куда же без него, но я скорее эту номинацию рассматриваю как попытки Трампа не сесть, потому что ему нужно из всего судилища против него сделать политическую игру, показать, что это действительно политическое преследование, как он считает, и вывести людей на улицу, чтобы его освободили. У нас есть бывшая соратница Трампа Ники Хейли, которая также заявила о том, что она будет участвовать в президентских гонках, однако пока у нее нет поддержки спонсоров, у нее нет поддержки, скажем так, республиканского истеблишмента, поэтому пока непонятно, зачем она вообще все это затеяла. Поэтому я бы остановился на одном кандидате, который по сути является для нас ключевым, это Рон де Сантис, губернатор Калифорнии, ой, губернатор Флориды, извиняюсь, чрезвычайно популярный, молодой политик, также с очень классным бэкграундом и со службой в армии, и с хорошим образованием, также семьянин, отлично себя показал на прошлых выборах, выиграв с перевесом почти в 20% голосов, умеет сотрудничать с демократами, очень жесткий ястреб во внешней политике, который говорил, что главная проблема его с президентом Байденом это то, что он мало помогает Украине, и на самом деле последние опросы республиканских избирателей показали, что он впервые обогнал Трампа в голосовании обычного республиканского избирателя, причем не просто обогнал, а обогнал почти на 30%. Поэтому на самом деле я бы уже рассматривал только де Сантиса как единственного и самоперспективного республиканца. Александр, спасибо огромное, спасибо, что были сегодня с нами, мы вам за это очень благодарны. Спасибо и вам. Александр Краев был сегодня с нами на связи, за что мы им очень признательны, конечно, мы признательны вам, наши спонсоры на платформе Patreon, оставайтесь.